Здарова народ! Сегодня речь пойдет о проекте экскаватора, а именно о приватном редукторе, о приватной шестерне. Для того, чтобы все это показать, надо сначала разобрать. Разберем все это дело. Надо нам добраться до поворотной. Откручиваем все крышки, убираем распределитель. Опа, тут откуда-то что-то текло. Все-таки щели текут. Вот эта вот щель показывает, что течет. Видимо, на больших давлениях прокладку все-таки продавливает на распределителе. Это говорит о том, что китайские прокладки, как оказалось, говно. И надо ставить туда наши резиновые черные. Короче, если хотите, чтобы экскаватор не тек, не покупайте вот это вот говно китайское. А покупайте вот такие вот наши черные и резиновые. Надо будет все резинки поменять. Купить нужные размерности и переустановить. Ну ладно, ничего хорошего в китайских прокладках, оказывается, нет. Откручиваем платформу от ОПУ, опорно-поворотного устройства. Прикручивается на 6 винтиков М4. Так, платформа у нас полетела. Вот мы открыли с вами опорно-поворотное устройство. Расскажем мы сегодня об этом устройстве. Ведущая шестерня опорно-поворотного устройства. На силовом советском подшипнике диаметр идет вала 8 мм. Подшипник очень надежный, очень точный. Люфта практически нет. Вот здесь можно увидеть диаметр. Устанавливается тарелка. Здесь идет палец 2,5 мм. И фиксируется, контрится двумя винтиками М3. Его установочное место. Здесь пришлось мне фрезернуть еще сильнее, чтобы разместить силовой подшипник. Так, корпус поворотного редуктора устанавливается на 4 винта М3. Так, сейчас все соберем. 4 винта М3 устанавливаем на место. Установили и видим, что у нас шестеренка крутится. Вполне себе прекрасно. Без закусов и задиров. Шикарно. Собираем редуктор. Дальше. Редуктор у нас планетарный. Вот оси шестеренок. Сейчас найдем все это дело и соберем. Вот у нас шестеренки приватные. Это от шуруповерта шестеренки. И солнечная шестерня тоже от шуруповерта. Опа, надо сначала корпус установить. Только потом шестеренки. Установим корпус. Где винтики? Корпус устанавливается на 3 винта М3. Так. вставляем шестереночки смотрим крутится спокойно вот дальше очередная деталь от шуруповерта устанавливается вот сюда но на самом деле будет не она вот можно посмотреть подсчет показал что передаточное отношение получается 1 к 5 это есть даже очень хорошо этот планетарный редуктор вполне справится с нашим весом с усилием который потребуется для того чтобы провернуть центральный коллектор там будут 8 прокладок именно туда мы поставим китайские плохие плохие силиконовые прокладки надеюсь на опоры и на рулевку все будет хорошо на 1 2 мегапаскалях вроде бы как их не продавливает насос у меня качает я даже не знаю сколько но он качает очень-очень много совсем скоро мы это все померяем вот надо только сделать специальный штуцер на 10 мегапаскаль манометр и все это будем мерить ну а сегодня у нас было обзорное кино как мы сделали поворотный редуктор планетарный коротенькое кино редуктор шикарен передаточное отношение шикарная все будет супер следующее кино у нас будет о неудачном нашем первом гидромоторе на самом деле я его лентяйский изготовил кому интересно будет смотрите следующее кино в нем я буду рассказывать об его устройстве можно его применять как насос а как гидромотор он только дергается она не работает возможно не знаю почему самое интересное разбор полетов и разборка этого гидромотора будет следующим кино ну а пока у нас удачная практика шестереночка работает шестереночки крутится редуктор работает усилий на поворот не очень уж много вот силом держу вот это и спокойно кручу проворачивает это значит хорошо подписывайтесь на канал смотрите фильмы мастерской кб морозов строим мы тут полнофункциональный гидравлический стальной экскаватор легенду советского союза 1 ковшовый пневмоколесный экскаватор и о 4321 всем пока не видите настроение у у у у у у у Продолжение следует...